В принципе, про конспирологию можно долго рассуждать и, по-моему, отставку надо было просить после того, как Немиренко сказала, что вакцинация это не чипирование, а если даже и чипирование, то не на всю жизнь. Потом Гаврилица нам на серьезных щах решила рассказать о том, что если мы будем думать о росте цен, цены вырастут, уровень познания в экономике, как у Немиренко в медицине. Потом пришла Майя Санта и сказала, что если мы будем думать об инфляции, то инфляция вырастет. Молодец, госпожа президент, спасибо, снимаю шляпы, черт возьми. Потом появился на радарах у нас у всех мистер Флюгер, он же господин министр иностранных дел по Песку, который так и не может определиться, мы нейтральные, мы ненейтральные, мы что, мы где, мы куда, Евросоюз или все-таки мы постоим здесь. Знаете, эта власть вообще с первого своего дня не договаривает много еще людей. Давайте вспомним. Они обещали, что придут хорошие времена, но не уточнили, что только для них. Они сказали, что пришло время хороших людей, но не уточнили, что хорошие люди, это опять они. Они сказали, что мы будем первые в Европе, но не сказали, что по уровню инфляции и роста цен на энергоресурсы. Они сказали, что повысят уровень нашей культуры. И вправду, они сделали магазины музеями, смотреть можно, трогать дорого. Они обещали сделать президентуру публичным местом, но не сказали, что публичным домом для западных гостей. Они сказали, что как много было разговоров, вам, журналисты, понятных, свобода СМИ. Вас делают свободными. Развитие свободных СМИ. Но не уточнили, что свободные СМИ, это свободные СМИ от неугодного для них мнения. ЖОС ДИКТАТУРА! ЖОС ДИКТАТУРА! ЖОС ДИКТАТУРА!